Обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе убийства, предъявил Следственный комитет сенатору от Карачаева-Черкесии Рауфа Рашукову. Его задержали сегодня прямо в зале заседаний Совета Федерации. Вопрос о мере пресечения будет решаться в Басманном суде Москвы. Там сейчас находится наш корреспондент Варвара Невская. Она вышла на прямую связь со студией. Варвара, приветствую. Какая последняя информация? Приветствую. Действительно, в течение ближайшего часа, но я думаю, раньше сюда привезут Рауфа Рашукова. И известно, что сразу после того, как его задержали прямо в Совете Федерации, он долгое время беседовал со следователями. Есть интересная информация об этом. Например, сначала собеседники информационного агентства ТАСС говорят о том, что сенатор заявил о том, что не признает свою вину, но в то же время надеется на справедливое разбирательство. А буквально через час после этих фраз заявил, что плохо знает русский язык и потребовал себе переводчика. Согласитесь, довольно странная просьба, учитывая то, что человек несколько лет проработал в Совете Федерации и говорил там на русском языке. Пока не очень понятно, сколько продлится слушание о выборе меры пресечения. Это будет зависеть от нескольких факторов. Вот по последней информации пока еще не привезены сюда в Басманный суд специальные документы, с которыми сможет работать суд во время этого заседания. И пока неизвестно, какую меру пресечения будет запрашивать следствие и, соответственно, прокуратура. Хочу немножко напомнить о том, в чем, собственно, обвиняется Арашуков. Дело в том, что эта история довольно давняя. Уходит она своими корнями в 2010 год. Тогда было убито два крупных представителя политической жизни Крачаева-Черкесии. Один из них это Аслан Жуков. Он был заместителем председателя молодежного движения АДГ Хосе и советник президента республики. Фраль Шибзухов также был убит. Более того, по версии следствия, на причастность Арашукова к данной истории указывает непосредственно исполнитель данного преступления, который говорил о том, что заказ поступил непосредственно от сенатора. Важный еще момент. Он действительно пока еще сенатор. Сегодня в Совете Федерации с него лишь сняли неприкосновенность для того, чтобы его можно было задержать. В то же время сегодня Валентина Матевиенко заявила, что с него могут быть снять полномочия только в двух случаях. Если это А, решит суд, или Б, сам сенатор напишет соответствующее заявление. Подробнее об этом уголовном деле нам рассказала Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета. Предлагаю ознакомиться с этим комментарием. По данным следствия, Арашуков причастен к совершению убийств заместителя председателя общественного молодежного движения АДГ Хосе Карачаево-Черкесской республики Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шибзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова, а также участие в преступном сообществе. Долгое время указанные убийства оставались нераскрытыми. Впоследствии, по личному указанию председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина, дело было передано в Москву опытным следователем главного следственного управления. В результате удалось получить доказательство причастности Рауфа Арашукова к организации убийств. Рауль Арашуков подозревается в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения и мошенничестве. Пока неизвестно, опять-таки, привезут ли Арашукова сюда в автозаке или же он приедет на обычном автомобиле. Можно только гадать, в любом случае ждем. Почему можно только гадать? Потому что, как утверждает, например, сенатор Клишес, непосредственно издание Совета Федерации, Арашукова выводили без наручников. Но в любом случае, в ближайшее время мы это узнаем. Напомню, здесь в посланном суде сегодня будет происходить дело об избрании меры пресечения сенатору Рауфу Арашукова, который подозревается в двойном убийстве, крупном хищении и организации преступного сообщества. Юрий? Да, Варвара, ну что ж, вместе с вами будем ждать решения суда. Я напомню, на прямой связи была наш корреспондент Варвара Невская. Редактор субтитров А.Семкин